ПРЕОБРАЖЕНИЕ Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение». Коротко о главных темах нашего выпуска. Литургия в церкви апостола Иоанна Богослова. Приход строит новый храм на северо-западе Челябинска. Три года тепла, доброты и заботы. Иоанновская столовая отметила день рождения. Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии победил в международном конкурсе. Теперь готовится к патриаршей службе. Православные верующие отметили день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Господа. В Челябинске есть храм, посвященный ему. Сам день праздника, 9 октября, литургию в нем совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова престольный праздник отметил храм на северо-западе Челябинска, в микрорайоне Тополиной аллеи. Ровно семь лет назад, 9 октября 2017 года, в его стенах прошла первая литургия. Сегодня богослужение здесь совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Призри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, и, Боже, насади, где снится Твоя. Апостол Иоанн Богослов, единственный из ближайших учеников Христа, не принял мученическую кончину. Святой прожил до ста лет. Он не оставил учителя, как другие апостолы, а стоял вместе с Богородицей у креста на Голгофе. И к нему были обращены последние слова Господа – «Сематерь Твоя», о чем говорилось в евангельском чтении на службе. Проповедь апостола сопровождалась чудесами и исцелениями. Многих людей он привел в христианство. Наследие святого, глава Евангелия и единственная пророческая книга Нового Завета – апокалипсис. Почему называют его апостолом любви? Потому что опять же в самом конце жизни, когда он уже был очень стар, у него уже не было сил что-то делать глобально, он всегда говорил одну и ту же фразу – «Дети любите друг друга». И когда вас спрашивали, почему ты говоришь одну и ту же фразу, он говорит, что это весь завет. Современный мир исказил понятие любви, подчеркнул своей проповеди митрополит Алексей. Под любовью многие понимают седозволенность в своих действиях. Их под любовью они понимают, что все должны их принимать со страстями, с грехами, такие, какие они есть. Да, конечно, это так. Мы должны принимать каждого грешника. Мы должны видеть грехи в первую очередь в себе. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы с любовью эти грехи и в себе преодолеть, и в человеку помочь в стране. С евангельской проповедью любви и добра священники храма Иоанна Богослова ходят в ближайшие детские сады и школы и принимают прихожан. В микрорайоне Тополиной аллеи, где храм окружают новостройки, много молодых семей, которые все чаще приходят в церковь. Семь лет приход строят новый, более вместительный храм. Проект несколько раз переделывали. Над ним трудились разные архитекторы. Мы обратим внимание, венчается не куполом, а шатром. И на шатре сверху будет небольшой барабан и купол. То есть это шатровые храмы, они характерны для деревянного зодчества в России, в Древней Руси. И в каменное строительство пришли где-то в XVII-XVIII века. В некоторых регионах Западной России этих храмов довольно много. На Челябинске есть один, по большому счету, но это редкая архитектура. Но в любом случае, Бога славить нужно разными формами, разными красками. Поэтому хорошо, когда храмы не повторяются, когда каждый уникальный. Поэтому мы рады тому, что у нас такая вот необычная немного архитектура. Когда владыка Алексей осматривал строящийся храм, как раз привезли двери. И прихожане их заносили, чтобы установить на следующий день. Окна уже вставили, крыша есть. К холодам храм будет закрыт. Можно проводить газовое отопление и начинать работать внутри. Три года исполнилось с момента появления в Челябинске первой православной благотворительной столовой. Она называется Иоанновской, по названию прихода, который ее открыл. Храма мученика Иоанна Воина. Мы побывали на праздничном обеде в честь дня рождения. В Иоанновской столовой сегодня праздничный обед. На первый – гороховый суп, на второй – овощную рагу с жареными колбасками, на десерт – ковришка с яблоками и компотом. Сытная трапеза по случаю праздника. Столовой исполнилось три года. За это время здесь совершенно бесплатно для нуждающихся горожан. Выдали больше 90 тысяч горячих порций. Если учитывать, что мы начинали с 40 человек, и на конец 22 года постоянных приходящих было уже 60, на конец 23-го было 90. Это я говорю про день, да. И, соответственно, вот на сегодняшний момент это больше 120 человек ежедневно приходят. Небольшое помещение на пересечении проспекта Победы с улицы Молодогвардейцев три года назад открыл приход храма мученика Иоанна Воина, а осветил и благословил на доброе дело митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Теперь в православной благотворительной столовой все делают с Божьей помощью. Находятся добровольные помощники, которые приносят продукты. А мастерица-повар умудряется каждый раз приготовить вкусное блюдо из того, что есть. Без доброты, без любви в душе, по отношению к людям невозможно делать какие-то вещи, потому что люди приходят разные. И когда ты видишь чужую боль, то сердце откликается, и хочется больше помочь. Дары осени прислали садоводы из Увелки. Они же собрали и засушили листья растений для чая. Кабачки посетители съедят сейчас, а гигантскую тыкву в столовой заморозят на зиму. За все труды челябинцы неизменно благодарят поваров. Нравится. Кормят неплохо, конечно. И первое, и второе есть. И компоты, и чай там дают. В социальном отделе челябинской епархии за три года убедились, такая столовая у горожан востребована. Но даже 100-150 горячих порций в день слишком мало для миллионного города. Нуждающихся гораздо больше. Поэтому в ближайших планах открыть новую столовую. Уже есть помещение, выделенное администрацией в Металлургическом районе. Помещение нужно привести в порядок. Там нужно много ремонта. Очень много ремонта. Там вплоть до замены окон. Всех там 14 окон. Большое такое помещение. 260 квадратов. Вот. И, ну, обычный косметический ремонт. Но в связи с площадью этой, этот ремонт будет как бы, ну, не маленький, да. Довольно дорогостоящий. Вот. Тем более, это столовая. Есть определенные критерии, нормативы, чтобы она была чистая, чтобы все было так, как должно быть в столовой. Вкусные питательные обеды, а еще пища духовная. Беседа со священнослужителем и даже юридические консультации. В Иоанновской столовой совершенно бескорыстно помогают людям в трудной жизненной ситуации. Самых разных вопросов. Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии завоевал гран-при патриаршего международного конкурса. Сейчас музыканты готовятся к службе в Храме Христа Спасителя и концерту лауреатов фестиваля. Мы заглянули на репетицию в Кафедральном соборе Рождества Христова. В Нижнем храме Кафедрального собора Рождества Христова проходит таинство крещения. В это время на клиросе негромко раздается стройное мужское пение. Родители и крестные малыши даже не подозревают, что в важный для их семей день в храме поет один из лучших церковных хоров России. А песнопение звучит, как на торжественной праздничной службе. Распевается в Христорождественском соборе архиерейский мужской хор Челябинской митрополии. Музыкальный коллектив под управлением регента Петра Кузницына завоевал гран-при патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов». В нем приняли участие 99 хоровых коллективов из 57 епархий Русской Православной Церкви из пяти стран мира. Конкурс состоит из трех этапов. Первые два этапа – это в дистанционной форме. На первый этап мы записывали литургию, записали литургию и трансляции полностью. Второй этап – это были концертные произведения. Мы проходили, сразу же прошли первый и второй этап. И вот только буквально на днях узнали, что мы победили, что взяли гран-при. Песня «Вся земля! Вся земля! Вся земля! Вся земля!» Это произведение также принесло хору «Победу». Запись композиции отправляли на конкурс. Сейчас у музыкантов напряженный процесс репетиции. Как победители они выступят на богослужении, которое возглавит святейший патриарх московский Исия Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. С церковных нот музыканты легко переключаются на народные мотивы. Репертуар не только богослужебный, но и концертный. В составе профессиональные исполнители и хорместеры. Поют в областной филармонии, оперном театре, ведущих челябинских ансамблях «Брависсима» и «Сонанс». Блестящий состав по благословению митрополита Челябинского и Мияского Алексея собрал Иван Мочалкин. «Они все целеустремленные. Они видят, к чему они идут. Я очень горжусь, что я с ними дружу, что я с ними вообще вырос, что я с ними работаю вместе. Потому что это настоящие профессионалы своего дела. Они всегда идут до конца. А если что-то у нас не получается, мы можем собираться ночами, чтобы это как-то еще лучше звучало. То есть, например, перед записью концертных номеров на отправку на конкурс мы собирались здесь, в храме, ночью. Никого не было. Это какая-то царила своя атмосфера духовная». Любовь к церкви и к лиросному пению Ивану прививал дедушка, протеерей Сергий Гулько. Он был духовником Челябинской епархии и настоятелем Петропавловского храма в Коркино. «Музыка наша доля такая. Мы должны успевать везде и поработать, и в семье быть, успеть все. Но не Богу помолиться, потому что по-другому в жизни будет очень трудно». За год, пока существует архиерейский мужской хор, музыканты стали не просто дружней. Они стали лучше понимать церковные богослужения. Своим искусством коллектив помогает создать молитвенный настрой у верующих и прочувствовать красоту православия. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всего вам самого доброго! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok